Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Депутат Машева подтвердила возможную отмену в Уголовном кодексе статей, предусматривающих уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства первого президента Казахстана. После январских событий Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, а его родственники тоже постепенно стали уходить из публичного поля. Некоторые даже подверглись уголовному преследованию. Теперь полномочия и права Назарбаева и его семьи регулируют пункты Конституции и закона о президенте Республики Казахстан. Там есть гарантии о пенсии, жилье, охране и медобслуживании. Однако ничего нет о неприкосновенности имущества, канцелярии и пенсии для членов семьи. Но имя бывшего Ельбасы упоминается в законах Казахстана не раз, поэтому более 20 законов о статусе первого президента проанализируют в Казахстане. Пока первому президенту и его семье гарантируется неприкосновенность банковских счетов, Назарбаеву пожизненно предоставляется госохрана, она также предоставляется членам семьи. Первый президент имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента. Каждому члену семьи Ельбасы, проживающему совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии. Кроме этого, Ельбасы и члены его семьи имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. По нынешним законам, все это осуществляется за счет средств республиканского бюджета, то есть из наших налогов. Более того, раньше за оскорбление Назарбаева могли посадить. Теперь этой статьи не будет. Теперь у нас Конституция не упоминает Ельбасы и его полномочия, поэтому в связи с этим эти поправки они уже не имеют силы. Вернее, в налоговом кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, потому что как такового статуса Ельбасы сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность, разумеется, уже не нужна и не будет применяться. День памяти жертв политических репрессий и голода отметили в Казахстане. Лидеры партии возложили цветы к монументам в столице. В Казахстане с 1921 по 1954 годы, согласно статистике, осудили около 100 тысяч человек. При этом более 25 тысяч человек расстреляли. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18 миллиардов тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов тенге. Ахжоловцы возложили цветы к монументу жертвам голода и политрепрессии. Напомним, в 1937 годы людей не только расстреливали. Сталин лично дал органам НКВД указание применять коррестованным физические меры воздействия, то есть пытать и издеваться. Причем участие сторон, обвинение и защита исключалось. Приговоры не подлежали обжалованию. Смертные приговоры приводились в исполнение немедленно. Была официально установлена уголовная ответственность вплоть до смертной казни в отношении детей, начиная с 12 лет. Данные о количестве жертв ужасают, говорят политики. Согласно статистике, осудили около 100 тысяч человек. При этом более 25 тысяч человек расстреляли. По подсчетам демографов, скажем, Вархум Булган, Макаш Татимов, Тангей Судиген Чех, сегодня бы, значит, еще от начала 2000-х годов численность казахского народа была бы более 60 миллионов. Тогда мы потеряли по разным подсчетам, там порядка 70 и более процентов своего народа. Понятно, что это очень страшные потери и до сих пор их мы восполнить не можем. Но урок для всех, что тоталитаризм, авторитаризм, диктатура, каким бы они там целесообразно себе не оправдывались, никогда ничего хорошего, кроме жертв, кроме крови, кроме несправедливости они не принесут. Сегодня, когда мы пытаемся, строим, настроены создавать справедливый Казахстан, современный, цивилизованный Казахстан, конечно, нужно не забывать о том, что у нас осталось в прошлом. По данным историков, все силы идеологической системы КПСС были направлены на формирование безликой массы общности советских людей. Появилась послушная интеллигенция, целая армия верных чиновников, управленцев. Главным методом управления стал террор. По мнению местных политиков, украинцы назвали репрессией голодомором, а власти Казахстана до сих пор не дали оценку тем страшным событиям. Видимо, госорганы не могут это решиться, но я думаю, что народ давно уже свои суждения по этой части вынес. И мнение народа здесь важнее, мнение общества здесь важнее. То, как оценивать эти события, народ гораздо важнее, чем то, что признают или не признают чиновники. Рано или поздно чиновники тоже будут вынуждены это признать. По данным историков, до революции прослойкообразованных людей из числа казахов насчитывало всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения «Алаш», которое было нацелено на создание казахской автономии для того, чтобы обеспечить развитие страны. Многих из них расстреляли. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Трагедия не обошла стороной и Актюбинскую область. По данным историков, политическим гонениям в регионе подверглись более 7 тысяч человек. Из них около 2 тысяч арестованных приговорили к высшей мере наказания. Расстрелянных даже не хоронили, а сбрасывали с обрыва. Лейла Уесова посетила мемориал на Верблюжьей горе. В окрестностях Тюютубера стреляли больше тысячи человек. Массовое захоронение обнаружили случайно в начале 90-х. Студенты решили исследовать карстовые воронки под Верблюжьей горой. Вместе с грунтовыми водами со дна ям всплыли человеческие черепа с отверстиями от пуль. Тогда общественности стало известно о жуткой находке. В 1992 году останки 127 человек собрали в 10 больших ящиков и перезахоронили под гранитной стелой. Имена погибших остались покоиться в земле. По фамильному списку расстрелянных нет до сих пор. На вершине холма установили памятник жертвам политических репрессий. Каждый год 31 мая здесь проходит траурный митинг. Во время преследования репрессий 2 миллиона казахов умерли здесь. Миллион казахов выехали за рубеж. И даже несмотря на такую ситуацию казахи проявили максимальную доброту и приняли все наши братские народы, которые приехали в Казахстан. Анатомию сталинских репрессий в масштабах Аксюбинской области изучали местные ученые. В архиве КГБ они ознакомились с личными делами 5 тысяч человек. Арестованных делили по категориям. Одних должны были расстрелять, других сослать в трудовые лагеря. Потомки репрессированных, упорные в поисках, сегодня обнаруживают, что следы их близких обрываются где-то под Аксюбинском. Скорее всего, на Верблюжьей горе. Моего деда Толжан расстреляли как врага народа в 37-м. Здесь покоится его праха и по рассказам родных. А в ауле он слыл самым грамотным и образованным человеком. У них с бабушкой было четверо детей и от сына Алима родились мы. Нас в семье восемь и сегодня мы приехали почтить их память. Мой дед был мулой. Его казнили без суда и следствия. Я сам главный имам в сельской мечети. Мне 90 лет. Каждый год приезжаю сюда из Тимирского района, чтобы прочитать Коран и помянуть тех, кто безвинно пострадал в годы репрессий. Знак уважения и почтения памяти усопших. Всем пускай Царство Небесное у нас говорят. Душа перед Богом стоит. А всем, кто пришел и почтить эту память, всем большое здоровье, счастье и благополучие. В общей сложности волна политических репрессий затронула больше 7 тысяч актюбинцев. Из них 5700 человек впоследствии были реабилитированы. Лайла Усова, Жумарт Худайбергенов, телеканал ТДК 42, Актубе. Тело усопшего выкопали из могилы в Мангостаусской области. Житель Актау рассказал о незаконной эксгумации тела умершего родственника. По словам Юрия Коновалова, работники одного из ритуальных агентств раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище. Мужчина уже третий год не может добиться справедливости и боится, что виновные уйдут от ответственности. Именно здесь был похоронен двоюродный брат Юрия Коновалова. Однако примерно через три часа после захоронения ему позвонили и сообщили, что могилу родственника раскопали. Мужчина заявляет, что даже с доказательствами не может привлечь к ответственности руководство кладбища. В судебном заседании не удалось доказать незаконность эксгумации. Все фигуранты дела были известны, все доказательства были получены по совершенному преступлению. Как это считается, статья 314, вандализм на кладбище или нарушение покоя усопших. Гульпара Амамбекова, занимавшая пост охранника 15 июня 2020 года, своими глазами увидела тех, кто раскопал труп. За сообщение о произошедшем, родственникам погибшего, она была уволена в течение суток. Я видела, как хранили усопшего. Через три часа я увидела, что тело усопшего выкопали из могил. Я просто не понимаю, как на такое можно пойти. Это неправильно как по закону, так и по-человечески. Мы обратились к ответственным лицам, чтобы узнать подробности данной ситуации. С 2018 года захоронение приостановлено. Разрешается только в том случае, если внутри оградки есть место, если есть подтверждающие документы, что родственник. Мужчина не собирается прекращать писать жалобы на нарушителей закона. Он предупредил, что пойдет до конца, пока не добьется справедливости. Пенсионерка из Уральска перевела мошенникам почти 3 миллиона тенге. По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области, на протяжении двух недель 73-летней жительнице Уральска звонил через мессенджер WhatsApp незнакомый мужчина. Он представлялся сотрудником столичного департамента юстиции и под предлогом компенсации просил перевести деньги. Пожилая женщина, доверившись мужчине, отдала 2 миллиона 700 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики мошенничества. С целью противостояния интернет-мошенникам начальник Департамента полиции рассказал, что в Западно-Казахстанской области будет создано подразделение Киберпол, состоящее из наиболее опытных сотрудников полиции. Данное подразделение уже работает в таких городах, как Астана, Алматы и Караганда. Моим приказом о борьбе с мошенничеством сейчас будет создаваться группа из наиболее подготовленных сотрудников нашей области. Будут находиться, как мы называем ее, Киберпол. Это первоначально в Астане есть, у нас сейчас в Караганде, в Алмате. Я думаю, следующий город, где он должен быть, это Уральск. Будем создавать, также будем совместно работать с другими правоохранительными органами, чтобы поменьше было запросов и оперативно действовать при поступлении заявлений. Всем современным оборудованием мы уже, в принципе, оснастили. Теперь остается только отработать, решить с сотрудниками и саму схему работы. В Западно-Казахстанской области отмечается рост подростковой преступности. По области за 4 месяца текущего года несовершеннолетними совершено 48 преступлений. Особый контроль за подростками необходим в период каникул. В связи с этим состоялся областной форум родителей с участием педагогов, правоохранительных органов и госслужащих. Участники мероприятия обсудили организацию безопасности детей в летний период. Я хочу петь песни и танцевать танцы. Мне хозяин был до Армандайма. Я мечтаю, чтобы папа и мама меня не пили. По данным правоохранительных органов, преступность среди подростков по Западно-Казахстанской области выросла на 40%. Из общего числа преступлений совершено 20 краж, 6 грабежей, также зарегистрировано 15 фактов мошенничества. Основной причиной совершения правонарушения несовершеннолетними является бесконтрольность за их поведением со стороны родителей. 1 июня традиционно начинается купальный сезон. В это время возрастает опасность утопления в воде. За последние пять лет в области утонуло 102 человека, 28 из которых дети. Во всех случаях не соблюдается элементарное правило поведения на воде. Маленьких детей часто оставляют без присмотра. Несовершеннолетние купаются в неустановленных местах. В воде уходят далеко от берега, не умея при этом плавать. Стоит отметить, что сегодня на профучете в департаменте полиции состоят 160 неблагопоучных семей, в которых проживает 263 несовершеннолетних. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особи Кобякинов, ТДК-42. 16 несовершеннолетних пострадали в ДТП с начала текущего года. Об этом сообщают в управлении полиции Уральска. С наступлением лета у детей становится больше свободного времени. В связи с этим повышается и вероятность пребывания на улице. С целью профилактики дорожных аварий, а также в преддверии Дня защиты детей, инспекторами отдела МПС было организовано мероприятие с участием детей и аниматоров. Хотелось бы обратиться ко всем родителям с напоминанием о том, что именно в этот период самые происходят травмоопасные ситуации, как на дорогах, так и на воде, в транспорте, в различных ситуациях, чтобы были внимательными, осторожными. Детям лишний раз напоминали о соблюдении всевозможных правил безопасности. В преддверии летних каникул в Октубе усилили работу по профилактике детского травматизма. Поделиться полезной информацией решили специалисты энергосистемы. Школьники узнали, почему нельзя подниматься на опор линий электропередач, заходить на территорию подстанции, приближаться к оборванным проводам, как вести себя в быту с электричеством, какую угрозу представляют неисправные электроприборы. Такие акции сопровождаются демонстрацией наглядных материалов и знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током. Всего энергетики посетили около 300 учебных заведений по области. По словам организаторов, уроки по электробезопасности учат детей не только навыкам безопасного обращения с электричеством, но и помогают воспитать в ребятах чувство ответственности за свое поведение. В 2023 году ТОН объявила год без травматизма и утвердила 7 золотых правил основных. В этой сети сейчас нашими сотрудниками проводится разъяснительная работа для школьников непосредственно по разъяснению опасности электрического тока, а также правил техники безопасности и соблюдения данных правил для учащихся в школу. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok